В чем смысл жизни? Не могли бы вы поговорить об этом? Спасибо. Разве не чудесно, что если в жизни нет смысла, и вам не нужно ничего достигать, можно просто жить? Но нет, вам нужна цель. И не просто цель, а цель, данная Богом. Это очень опасно. Те, кто считают, что у них есть высшая цель, совершают самые жестокие поступки в мире. Да или нет? Они всегда делали самые ужасающие вещи. Потому что если у вас есть цель, данная Богом, то сама жизнь становится для вас менее ценной, чем ваша цель. Нет, жизнь важна. И когда я говорю «жизнь», я имею в виду не вашу семью, работу, что вы делаете, что не делаете, ваших друзей, под жизнью я имею в виду не это. Это жизнь, не так ли? Жизнь внутри вас или вокруг? Вы ошибочно принимаете за саму жизнь, то, что ее окружает. Ваш дом, семья, работа, друзья, все это просто окружающая среда. Это не сама жизнь, не правда ли? Да или нет? Да или нет? Вы принимаете окружение за саму жизнь? Нет. Важна жизнь. Потому что это единственное, что вы знаете. Больше вы ничего не знаете. Разве вы знаете что-то еще? Все остальное – ваше воображение. Вот это сейчас полно жизней. Важно ли это? Это невероятно важно. Вы, как личность, не имеете значения. Но вы, как частицы жизни, очень важны. Потому что это основа всего. И я так говорю, потому что Вселенная существует для вас только потому, что вы сами существуете, не так ли? Да или нет? Мир существует только потому, что существуете вы, иначе в вашем опыте его бы не было. То есть в любом случае это важно. В чем цель этого? Если бы у вас была цель в жизни, и вы ее достигли, что бы вы делали после этого? Что бы вы делали потом? Вам стало бы скучно, не так ли? Жизнь настолько сложна, настолько феноменально сложна, что даже если вы проведете 10 тысяч лет изучения, изучая ее, вы все равно не познаете ее полностью. Даже через миллион лет пристального наблюдения, вы все равно не познаете ее во всей полноте. Вот как все устроено. Если у нее смысл, самое лучшее в жизни, это то, что у нее нет смысла. Величайший аспект жизни в том, что у нее нет смысла, и в нем нет никакой необходимости. Ваш ум ищет смысл только из-за своей ограниченности. Потому что с психологической точки зрения вы не чувствуете связи с жизнью, если у вас нет смысла или цели. Люди постоянно пытаются создавать ложные цели. Только что все было хорошо, они были счастливы, тут они женятся, и их смыслом становится другой человек. Потом у них появляются дети, и они уже чувствуют себя несчастными друг с другом. Теперь смыслом терпеть все это становятся дети. И так далее. Это то, что вы сами создаете и принимаете за смысл жизни. Но существует ли высшая данная Богом цель? Что, если Бог не знает о вашем существовании? Просто спрашиваю. Вдруг такое возможно? Я просто хочу сказать, что в этом огромном космосе, создателем которого должен быть Бог и который управляет сотнями миллиардов галактик, это крошечная планета, и вы, предположим, он не знает о вашем существовании. Что делать? Такое возможно? Простите за такое богохульство, но это возможно или нет? Что, если он не знает о вашем существовании? Что, если у него нет для вас плана? Предположим, у него нет индивидуального плана для вас. Не начинайте искать подобные вещи. Суть мироздания такова, что создание и создатель неотделимы. Вы являетесь частью мироздания. В то же время, источник мироздания пульсирует в вас. Если вы обратите хотя бы немного внимания на этот процесс жизни, вам не нужно будет искать смысл. У вас будет занятие на миллион лет вперед. Столько всего происходит. И говоря столько всего, я имею в виду, столько всего невероятного происходит прямо здесь. Если вы уделите этому внимание, у вас будет занятие на миллион лет вперед и даже больше. Вам нужна цель в жизни, потому что вы находитесь в ловушке своей психологической структуры, а не в процессе жизни. Ваша психологическая структура функционирует на основе имеющейся у нее ограниченной информации. Она ходит по кругу. Ваши эмоции и мысли стали гораздо важнее самой жизни. Не так ли? Поэтому вы ищете смысл жизни, как средство сбежать из ловушки, в которую вы сами себя загнали. Вы сами загнали себя в эту ловушку. Вы можете с легкостью из нее выбраться. Если бы ловушку установил кто-то другой, выбраться было бы очень сложно, потому что ее бы установили так, чтобы вам из нее было не выбраться. Я сейчас говорю о жизни, не о браке. Это ловушка, которую установили вы сами. Выбраться из нее легко. Но в этом-то все и дело. Сейчас для вас это сложно, потому что вы отождествляете себя с ловушкой. Вам она нравится. Она вам нравится, потому что дает определенное чувство безопасности, защиты, и индивидуальности. Если вы создали вокруг себя кокон, он защищает вас, но он же служит вам тюрьмой. Стены, которые вы построили для самозащиты, одновременно служат вашему самозаточению. Когда они защищают вас, вам это нравится. Когда они вас ограничивают, вам это не нравится. Вот почему у нас есть двери. Нам нравятся стены, потому что они защищают нас. Но у нас есть двери, чтобы мы могли выйти, когда захотим. Неважно, насколько нам хорошо внутри, нам все равно захочется выйти наружу. Не так ли? Это касается любой ловушки, в которую вы себя загоняете. Не имеет значения, насколько там хорошо внутри. Вам все равно захочется выбраться наружу. Психологические стены, которые вы построили, дают вам чувство идентичности, чувство индивидуальности, дают вам ощущение безопасности. Но они начинают ощущаться как ловушка. Рано или поздно вы захотите их сломать. Или, чтобы не ломать их, можно найти цель в жизни. Нашедшие смысл в жизни становятся ужасно самодовольными. Они всю жизнь живут в ловушке, думая, что делают что-то замечательное. Прежде всего, необходим баланс. Если есть баланс, можно забираться выше. Если нет, лучше оставаться на земле, не так ли? В отсутствии баланса забираться куда-то повыше просто небезопасно. Лучше оставаться поближе к земле. Не следует забираться на высоту. Сначала нужно найти баланс. Затем ослабить свои психологические структуры. И тогда это станет чем-то прекрасным. Если вы ослабите свои психологические структуры без должного баланса, что и происходит со многими людьми сегодня? Почему вам хочется выпить алкоголь или принять наркотик? Потому что это ослабляет психологические структуры, и вы ощущаете себя свободными на какое-то время. но без должного баланса. Вы не работали над обретением баланса, но получили свободу. Свобода без баланса — это разрушение, анархия, не так ли? Поэтому, прежде всего, необходимо достичь невероятного баланса. Такого, что даже если ваши психологические структуры исчезнут, вы все равно просто будете жить здесь. Избавление от психологических структур — важный процесс, потому что они являются вашей ловушкой, вашей безопасностью, стабильностью, в то же время ловушкой. Вокруг вас выстроены стены, вы в безопасности, но одновременно в ловушке. Если вы избавитесь от этой ловушки, исчезнет и ощущение безопасности, не так ли? Исчезнет ощущение смысла жизни, исчезнет все, что важно для вас. Тогда потребуется баланс. Иначе вы просто сойдете с ума. Но не ищите цель в жизни. Если вы ищете цель, значит, вы стремитесь к безумию. Если вы ее нашли, значит, вы сошли с ума. Да? Если вам кажется, что вы нашли цель в жизни, вы определенно сошли с ума. Цель в жизни есть только у безумцев. Или люди, у которых есть цель, во многом безумны. Вы сами придумываете все это и начинаете в это верить. Сейчас смысл моей жизни сражаться за мою страну. Если это необходимо, я буду сражаться, даже зная, что это ненужное сражение. Да? Тогда вы будете сражаться только в той мере, в какой это необходимо. Если же вы считаете, что это цель вашей жизни, вы будете готовы уничтожить весь мир ради той ерунды, в которую вы верите. Не так ли? Если что-то необходимо, делать это с полной отдачей. Другой цели в жизни просто нет. Смысл жизни — жить и жить на полную. Жить на полную не означает вечеринки каждый день. Жить полной жизнью значит, что пока вы не умерли, вы успели исследовать все стороны жизни. Ничего не осталось неисследованным. Да? Прежде чем вы умрете, даже если вам не доведется исследовать Вселенную, по крайней мере, эту часть жизни вы должны познать во всей ее полноте. Вы должны это самому себе. Это и есть жить полной жизнью. Вы познали это во всей полноте, все грани, не пропустив ничего. Сделайте это. Это займет много времени. Вам достаточно будет такого смысла жизни.